До начала отопительного периода остались считанные дни. Коммунальные службы региона уже отчитались о проделанной работе и теперь ждут условий, необходимых для подачи тепла в дома и организации. Когда это произойдет, расскажет наш корреспондент Артур Мхце. В 13-й котельной региональной столицы пока тихо, разве что эхом разносятся по зданию шаги специалиста тепловых сетей. По словам заместителя главного инженера Ирины Бегбулатовой, все необходимые регламентные работы уже проведены. Осталось дождаться, когда среднесуточная температура в городе в течение пяти дней будет держаться ниже 8 градусов. Чтобы избежать проблем во время отопительного периода, коммунальщики провели масштабные работы по обновлению сетей. Самые заметные на участке международной Аджанкидзе, а также на фабричной. Всегда делается очень много подготовительных работ в плане подготовки газового оборудования, в плане подготовки электрического оборудования, ну и непосредственно нашего тепломеханического оборудования. Все регламентные работы выполнены. В этом году мы провели ещё очень большую работу по покраске, вернее, по антикоррозионному покрытию дымовых труб. Все 20 котельных Черкеска готовы к началу холодов. Впрочем, в случае выхода какой-то из них из строя, нагрузки без потери качества будут перенаправлены на остальные. Десятая котельная – одна из самых больших в городе. Здесь стоит как отечественное оборудование, так и зарубежного производства. Причём наши, отмечают коммунальщики, намного лучше, так как изначально создавалась под условия российской зимы. На улице пока держится тёплая погода, однако в любой момент может похолодать. У специалистов тепловых сетей есть порядок подключения абонентов, которому они следуют каждый год. Ну, как правило, последние годы мы включаем немного раньше, потому что у нас ещё такой регион, что вот стоит нам уже вроде бы похолодало, да, люди хотят тепла. Мэрия даёт распоряжение, мы начинаем отопительный сезон, и после этого начинаются очень тёплые дни. Наша диспетчерская просто не выдерживает от звонков, что нам очень жарко. Несмотря на то, что оборудование тепловых сетей полностью готово к началу отопительного периода, могут возникнуть нештатные ситуации. Какие-то проблемы у потребителей тоже порой случаются. В ресурсоснабжающей организации рекомендуют по всем подобным вопросам обращаться в диспетчерскую по номеру телефона 28 22 42.